Коллеги, добрый день. Давайте проверим связь, как нас слышно. Отлично. Все. Добрый день, коллеги. Мы рады приветствовать вас на очередном вебинаре компании Axelot. Сегодня мы продолжаем наш цикл вебинаров, где рассказываем вам о системе Axelot.dom. Собственно, первый вебинар у нас был проведен в сентябре прошлого года о функциональности, об общей функциональности системы DOM. Кто его не видел, может посмотреть его на нашем YouTube-канале. А сегодня, собственно, мы посвятим вебинар такой уже более глубокой теме, просмотрим процесс протягивания цепочки, сквозной цепочки поставки, от поставщика до получателя груза и продемонстрируем, собственно, как это реализовано в системе. Вот. И знакомить вас сегодня с системой Будем мы. Я, Волгай Андрей, менеджер по работе с клиентами и моя выражительная коллега, аналитик департамента инноваций и разработок компании Axelot, Киселева Ирина. Вот. Что касается тайминга. Секунду. Да, у нас сегодня на весь вебинар заложено 45 минут. 5 минут посвятим вводной части, полчаса, собственно, будем рассказывать о самой системе. И, конечно же, оставили время для ответов на ваши вопросы. Около 10 минут посвятим этому. Вот. И, собственно, я полагаю, что у нас все подключились. Кто хотел, давайте начнем. В обводной части нашего вебинара я хотел бы отметить тот факт, что система распределенного управления заказами Axelot.dom представляет собой компонент комплексной платформы управления цепочками поставок Axelot.seam. И, собственно, является ее основой. В общей классификации платформа CEM система DOM относится к системам планирования и управления системами исполнения, например, такими как ВМС или ТМС-система. Однако DOM может внедряться как самостоятельная система, да, так и совместно в платформе, собственно, с другими системами исполнения. Вот. Одним из основных отличий системы DOM, которая выделяет ее на фоне остальных систем платформы, является то, что внедрение данной системы существенным, да, образом влияет на логистические бизнес-процессы компании. Иными словами, да, внедрение, например, систем ТМС или ВМС в общем, да, может незаметно пройти, да, для компаний. А вот уже внедрение системы DOM затрагиваются уже все составляющие логистики компании, да. Связано это с тем, что система решает значительно более высокий уровень задач, собственно, о которых мы дальше уже с вами поговорим. Также стоит отметить, что внедрение системы DOM зачастую требует проведения консалтинговой оценки выстроенных бизнес-процессов, чем, собственно, наша компания также занимается. Вот, связано это с тем, что систему DOM необходимо встроить не только с технической точки зрения, да, в интеграционный контур, но и также встроить в логику самих процессов. Вот, для этого и необходимо погружение в, собственно, все нюансы логистики компании. В том числе, да, в основе системы лежит обширный объем данных, на которых, собственно, базируется система DOM, да, и уже, собственно, функционирует и управляет системами исполнения, да, формирует им задания и получает от них обратную связь. Вот, учитывая, да, собственно, высокий уровень системы DOM, да, можно с уверенностью говорить о том, что не каждая компания может позволить себе внедрять такие системы, да. В случае компании Axelot возможность, да, и способность внедрения таких систем подобного уровня, подобного класса, да, продиктована огромнейшим опытом и обширной экспертизой, которая накоплена, да, за десятки лет работы уже нашей компании в области, да, автоматизации цепей поставок и автоматизации, да, логистических процессов. Вот, компания Axelot является, да, собственно, не только разработчиком программного обеспечения, да, как такового, но также является и внедренцем. Наши компетенции, собственно, позволяют нам охватить все составляющие эффективного внедрения систем подобного класса и корректного и эффективного внедрения, да, таких систем. Ну и как, в частности, общей платформы PCM, да, так и в отдельности ее составляющих, отдельных ее компонентов и частей. Вот, и на этом я готов передать слово Ирине, да, для более подробного рассказывала о системе, давайте, коллеги, нам уже всем очень интересно, о чем же мы сегодня поговорим более конкретно. Благодарю, Андрей, да, обязательно поговорим. На самом деле я хочу отметить, что вот последняя мысль о том, что Axelot – это вендор внедряющий, это большая редкость. Редкие вендоры решаются внедрять собственные продукты своими силами, то есть снести полную ответственность за конечный результат. Вот мы таковым являемся и, соответственно, презентуем не только продукт, но и как бы идею его адаптации, внедрения. И сегодняшняя как раз тема вот вебинара сегодняшнего как раз в том, чтобы рассмотреть, как может быть реализован процесс уже непосредственно управления заказами с использованием всех предуществ именно платформенного подхода, идея которого объединить логистические системы и учетную систему для поддержки заказного процесса, буквально от поступления заказа покупателя до его полного выполнения по получению финансового результата. Или, короче, его часто называют процесс от заказа до оплаты, да, то есть базовый процесс для любого торгово-производственного предприятия. Вот. То, что традиционно относят вот к этой обширной области, которую называют управление заказами, на самом деле так или иначе всегда связано с логистическими процессами, и сегодня их автоматизация, конечно, уже не ограничивается прикладными продуктами, как это раньше традиционно воспринималось, это там КМС, ММС, а чаще предполагают именно их тесное взаимодействие уже в рамках логистических платформ под общим названием SCM. Я думаю, сейчас уместно будет расшифровать, что это supply chain management, и что главная ценность вот системы этого класса, который был выделен относительно недавно, на самом деле, именно в их координирующей и оркеструющей функции, которые помогают не только планировать сложные логистические схемы, то есть это естественная потребность, цепочки поставок усложняются в современном мире, реагировать нужно быстро на изменения, и, соответственно, вот именно такие системы позволяют не только спланировать цепочку, но и адекватно реагировать на любые изменения в ходе исполнения, то есть всегда система с обратной связью, и программный комплекс Axelot SCM как раз является системой такого класса. Разработан он был вначале как модульная платформа логистическая, что тоже сейчас лучшая практика для автоматизации всего спектра процессов, присущих таким системам, это и моделирование логистической сети, и, собственно, планирование, исполнение распределения, исполнение и учет логистических затрат, этому мы, кстати, посвятим один из следующих мебинаров отдельных, финансовая пункция здесь очень важна, но сегодня не об этом. Почему вообще наблюдается тенденция от отдельно стоящих специализированных систем к идее интегрированной платформы, да, некой модульной? Ну, потому что единый подход к архитектуре, он позволяет естественным образом преодолеть целый ряд как технических сложностей, так и чисто процессных. Ну, я думаю, что те заказчики, которые уже имели опыт интеграции, даже двух систем с большим объемом информации для обмена, они подтвердят сложность вообще интеграции компонентов, потому что могут быть и дублирующие функции, пересекающиеся у продуктов, даже если они лучшие в своем классе. Вот мы выбрали самые лучшие системы, но мы можем испытывать сложности интеграции, потому что они не родственные по своей логике и модели данных. Также проблемой часто является, конечно, отсутствие оперативной обратной связи между системой планирования и исполнения. То есть планы зачастую слабо связаны с фактическими операциями, они остаются статичной моделью, быстро теряют актуальность и, соответственно, не приносят вот той оперативной пользы, вот того вэли, который принято ассоциировать со всеми системами, которые и хотелось бы получать. Ну и, наконец, третью проблему назову, которую часто заказчики называют, это отсутствие возможности консолидации данных из различных источников. Да, системы все очень подробные, очень детальные, данные есть, но легкого способа их увидеть в одном месте, ну, кроме как какой-то сочинить BI-систему отчетности, просто нет. Ну и, соответственно, нет возможности использовать эти данные в оперативной работе, в оперативных циклах планирования, да, и тоже как бы ценность немножко ускользает. Ну вот эти как раз все сложности призваны преодолеть именно уже платформенные подходы, которые в первую очередь предполагают максимально тесное взаимодействие компонентов для решения общих сложных задач. Ну, главным образом, конечно, речь идет об единой модели данных, причем как в части НСИИ, так и самих документов, на основании которых происходит обмена между компонентами. Вот за счет вот этой вот материальной такой основы и становится вообще возможно говорить о сквозных процессах, да, вот мы говорим, что мы поддерживаем сквозные процессы, управление заказом, снабжение, сбыта, но это имеет основу именно в единой событийной модели, как бы там события в одной системе, там буквально имеют полное отражение в другой, запускают какую-то логику и так далее. И самое главное, что взаимодействие происходит в режиме реального времени между компонентами за счет использования шины данных, в данном случае мы говорим о Докторионе, мы сегодня много говорили вообще о схемах интеграции, наша тема, да, она отвечает за маршрутизацию сообщений, за логику этой маршрутизации, а не просто техническая, скажем так, связь. Вообще то, что вопрос взаимодействия компонентов, логистических систем, и такое вот, ну, большое решающее значение в том, что система действительно будет приносить те эффекты и пользы, которые обычно заявляются. Вот это подтверждается тем, что там посвящена даже отдельная классификация аналитического агентства Гартнера, это то самое агентство, которое вообще ведет рейтинги логистических систем, такие мировые, отраслевые, да, и таким эталоном, в общем-то, является, там, функциональных каких-то моментов, да, в логистических системах, на которые мы, естественно, ориентируемся, эти лучшие практики мировые никто не отменял. Ну, так вот, они предложили свою систему оценки того, насколько логистические системы действительно продуктивно могут взаимодействовать, работать на общий результат при управлении цепочками поставок, и предложили даже такой термин, CM-конвергенция, да, это такое сближение, степень связанности систем. Выделяют им пять уровней, они характеризуют связанность при взаимодействии компонентов, да, отдельных, которые всем платформам уходят. Вот первые два уровня, это обычно то, чем начинают заниматься компании, там, на начальном уровне зрелости. Они налаживают точечные обмены, сочиняют некую BI-систему, в которой, вот, ну, хоть как-то можно собрать данные, да, и, ну, как правило, и часто не бывает обратной связи, да, то есть это просто попытки наладить точечные связи, просто как-то, вот, наладить работу оперативно. Вот. На третьем уровне, вот, уровне синхронизации, уже предполагается разработка системной архитектуры, то есть такой профессиональный подход, консалтинг, событийное взаимодействие, шина данных обязательно уже на этом уровне используется, но в целом это все еще техническая синхронизация, да, без вот какой-то особой логической нагрузки. Вот четвертый уровень оптимизации уже предполагает функциональную синхронизацию, что достигается уже при именно архитектурной совместимости систем, то есть фактически, если, ну, по логике своей, это единая система с единым подходом к проектированию и так далее, это то, к чему мы стремимся, это то, чем характеризуется наша платформа Axelota 7, то есть мы ее проектируем, исходя из того, что она должна приносить пользу именно за счет вот этой связности компонент между собой именно логической. Вот, пятый уровень, это вот космос, о нем тоже стоит поговорить, к чему стоит стремиться. Он дополняется тем, что в модель уже данных включаются источники от внешних контрагентов, например, поставщиков и клиентов. Многие клиенты уже, так сказать, достаточно зрело, они задумываются о том, что неплохо видеть сток поставщиков, их возможности, да, поставки, неплохо видеть сток дистрибьюторов, которых они там снабжают товарами, и как бы исходя из этого планировать там ритм своих поставок, да, немножко расширяя границы того, что они видят в рамках собственной логистической сети. И, собственно, наша платформа, в зависимости от того, насколько полно ее удается внедрить и использовать, она эти возможности тоже открывает, то есть мы как раз за то, чтобы стереть вот те самые границы, которые нам не позволяют видеть немножко шире процессы управления цепочками поставок. Ирина, давайте секундочку отвлечемся. Просто хочу сказать, да, вот у нас такая обширная довольно презентация, в ней много информации, да, вот нашим гостям хотелось бы прокомментировать, да, вы, конечно, потом увидите наш вебинар на YouTube-канале, вот, но кому необходимо будет почитать поподробнее, да, нашу презентацию, пожалуйста, поставьте плюсики в комментариях, мы вам обязательно ее отправим, сможете ознакомиться более подробно. Да, или запланировать с нами встречу. Да, конечно. Я смогу рассказать еще более подробно вот все вот эти моменты, да, связанные с преимуществами, эффектами и так далее. Я сейчас как бы говорю об эффектах из тем платформ, как о чем-то само собой разумеющемся. Сегодня моя задача рассказать, за счет чего эти эффекты достигаются. Самое главное, потому что все, в принципе, знают, о чем речь. Вот. Итак, продолжим. Что же на практике-то означает тесное взаимодействие компонентов, да? Ну, во-первых, это работа на общий результат благодаря наличию управляющей системы. Как центр принятия решений, то, с чего начал, собственно, Андрей. ДОМ – это наш центр принятия решений, система оркеструющая, система высокого уровня. Вот объединение прикладных продуктов, таких как ТМС и ВМС, координация их работы, как раз выполняется с помощью системы ДОМ, которая предусматривает как раз поступление, обработку обратной связи от этих систем, это как ключевой момент здесь. И это позволяет своевременно реагировать на изменения, вносить корректировки в планы поставок. И при каждом следующем цикле планирования уже использовать максимально актуальную информацию о состоянии логистической сети, запасах, текущих перемещений и так далее. Вот. И если посмотреть на эту схему, это такая принципиальная схема функционирования платформы, когда, с одной стороны, у нас источники потребностей, наши потребители, там, заказы на продажу от покупателей по разным каналам поступающие, вот. А с другой у нас источники обеспечены, то есть за счет чего мы это можем делать. И, собственно говоря, платформа эти вещи объединяет, генерирует некие решения, да, предлагает, и центр принятия решений предлагает планы подставок, которые потом разлетаются в исполняющей системе. И финал нашей работы – это, вот, собственно говоря, уже логистическая себестоимость, реализация товаров, услуг. То есть мы, ну, собственно говоря, вот этот проворачиваем процесс, и на выходе у нас та самая реализация, то есть удовлетворенные потребности, другими словами, и там, расчеты и так далее. То есть мы переходим уже к оплате, да. Помним, да, что у нас процесс, он заказан до оплаты, до самого конца, этим мы тоже занимаемся, и обязательно еще об этом поговорим. Но еще я вас немножко поутомляю технические моменты. И с технической точки зрения архитектура Аксилота 7 предусматривает обмен оперативными данными через шину данных, да, собственно, сервисная шина данных. Мы подчеркиваем, что это типовая готовая интеграционная архитектура, которая прошла все проверки, именно подтверждающие ту самую связность. В рамках платформы, конечно, возможно поэтапное внедрение, определенная гибкость, сохранение отдельных исторических систем заказчиков, потому что зачастую это очень беспокоит, потому что это так потрясает основу предприятия, да, когда мы говорим, что там ключевые системы, ядро, там, сердце предприятия нужно заменить, да. Но понятно, что лучший результат мы достигнем при комплексном внедрении всех элементов платформы, которые наиболее связаны между собой. Мы на самом деле инвестировали вот в глубокую проработку именно логики интеграционной архитектуры, даже если это будет иной IT-ландшафт, чем то, что мы предлагаем, которое сегодня буду показывать, у нас есть возможность быстро перенести эти подходы, да, то есть экономить время и, скажем так, именно усилия и снизить риски при внедрении такого сложного проекта, да, с многими внедряемыми компонентами. На практике с точки зрения уже конечного пользователя вот это взаимодействие осуществляется на уровне документов. Конечно, всегда интересует практика, да, собственно, какие-то документы, как происходит обмен. Конечно, мы говорим о том, что предварительно обязательно синхронизация основных справочников, там, номерклатуры, контрагенты, склады, то есть то, что, собственно, физику логистической сети представляет собой, порой, собственно, только синхронизация вот этих справочников уже большое достижение вот в рамках внедрения в компании. Стандартное интеграционное решение, которое предлагается в рамках платформы, которое мы сегодня обсуждаем, на диаграмме представлено, предусматривает готовые решения для настройки передачи документов между системами, здесь именно базовый на этой диаграмме такой вариант представлен, как могут быть потоки настроены между компонентами и учетной системой, да, ERP, здесь любая учетная система, там, 1S ERP, UT, там, западная какая-то система может быть. Здесь точки ввода заказов представлены ERP, но она, конечно, может быть перенесена на сторону дом, что достаточно естественно, когда мы внедряем систему управления заказами, здесь многие заказчики интересуются, а что же становится вот этой точкой сбора, да, потребности, да, этой системой может быть система дом, но часто инвестиции большие сделаны в то, чтобы вот ордер, то есть сбор заказов организовать, допустим, на стороне ERP, и, соответственно, там какой-то постепенный переход обычно приходится делать, и вот здесь такой вариант именно показан. На заване заказано обеспечение того самого выполнять спланированные цепочки поставок, и результатом это является распоряжение на обеспечение, которое на диаграмме выделено красным цветом, это главный документ системы, на его основном, в принципе, все остальные взаимодействия, как видно, и строятся, то есть схема может включать закупки у поставщиков, перемещение, ну, собственно, уже сами отгрузки клиентами, клиенту, который означает реализацию, и они же имеют отражение уже в учетной системе определенной, отражая тем самым планы поставок для целей учета. На стороне ВМС эти же самые документы, по сути дела, формируют инструкции о виде планов отгрузок и поступлений по цепочке, складов может быть много, и каждому нужно, соответственно, выдать инструкцию, что именно делать, в каком объеме какие товары отгружать или принимать. На стороне ВМС каждое перемещение, требующее организации транспортировки, что, кстати, не обязательно, у нас могут быть самовывозы, поставки там, с его поставщиком и так далее, но если требуется транспортировка, формируются заявки на перевозку, и далее на схеме мы видим, что показана именно обратная связь от исполняющих систем в дом, от ВМС у нас передаются факты поступления отгрузки по каждому складу, потом они в учетную систему тоже транслируются, поток продуман. ТМС передает, соответственно, события исполнения по каждой полученной заявке, да, и мы таким образом ведем трек, да, отслеживаем ситуацию именно по цепочке поставок на стороне дом, и отдельный поток документов у нас отвечает за получение фактических данных о затратах после выполнения операции по цепочке поставок, именно факт, да, если мы в системе планирование сначала, например, плановый индикатив, да, видим, то потом он еще и уточняется, корректируется фактически с затратами, с распределением, мы уже более точно картину получаем, и об этом мы тоже поговорим на одном из следующих вебинаров обязательно, потому что деньги сопутствующий такой поток, сопутствующий материальному, и, в общем, требует особого отдельного внимания. Ну, сейчас мы начнем уже переходить от теории к практике. На этой схеме показан общий сценарий, который мы пройдем сейчас в системе, очень быстро, и мы увидим смену состояния всех документов, которые сейчас рассказала, показала на схеме, и также параллельно отследим состояние запасов в процессе продвижения материального потока. Вот на картинке мы видим очень такой простой кусочек логистической сети. Сценарий у нас начинается, естественно, с получения заказа потребности, заказа клиента, в нашем случае, который требуется обеспечить. В этом есть, собственно, главное назначение системы ДОМ, которая отвечает за планирование, исходя из доступных источников и структуры сети, которую вы видите как раз на картинке. То есть у нас есть некая структура, приоритетный склад отгрузки для данного клиента, есть запасы определенные, доступные по сети, которых, кстати, недостаточно, чтобы заказ обеспечить, как мы видим. Есть у нас возможности закупки у поставщиков, которые тоже могут поставлять товар только на определенные склады, например. И планирую у нас будет заключаться в формировании полной схемы, которая перед непосредственной отгрузкой покупателю будет включать между складки и перемещения, то есть условно это называется внутренняя логистика, то есть все перемещения между собственными складами внутри управляемой сети. Поступление от поставщиков – это условное разделение на входящую логистику. И, собственно, сама отгрузка уже к исходящей относится, то есть это выход из сети и, собственно говоря, реализация и выполнение наших заказов наших клиентов. В данном примере, посмотрим картинку, чем это все заканчивается и начнем смотреть систему, что действительно все так и есть. В данном примере, с учетом доступных запасов, система выделена нам четыре независимые цепочки поставок, то есть буквально терминология у нас, в нашей системе она совпадает с бизнес-логиками, действительно цепочки поставок строим и планируем в нашей системе, как это делают обычные логисты в своей обычной работе и жизни. Некоторые из них, видно, что они выделены цветами на схеме, они имеют общие участки, на которых происходит их объединение, консолидация. Есть очень коротенькая цепочка, то есть если мы отгружаем доступные запасы, вот прямо со склада, обеспеченный из Барнаули. Барнаульский у нас клиент, и вот из Барнаула хотел бы он отгружаться. Есть очень длинная цепочка, которая предполагает закупку на центральный склад, от поставщика-мастеров, потом перемещение вместе с теми запасами, которые там присутствовали на этом складе в Барнауле и откуда уже будет происходить отгрузка. И еще у нас межсклад есть, вот с Кемерово тоже мы что-то везем. То есть вот эти цепочки системы протягивают в автоматическом режиме, объединяют на нужных участках, и таким образом у нас получается некое решение, вот то самое решение, ради которого мы затевали все планирование. Вот сейчас я переключусь на показ экрана. Да, Ирина, пока переключаешься, вот напомню нашим гостям, да, что не стесняйтесь, пожалуйста, задавать вопросы, вот, чат и блок вопросов мы отслеживаем, все видим, поэтому в конце готовы на них ответить. Так, ну, чтобы нам не заскучать, мы сейчас посмотрим. Перед нами сейчас, ну, собственно говоря, интерфейс системы, ее компоненты. Я сейчас не буду останавливаться, как бы, описания, собственно, всех элементов интерфейса, поэтому придется сейчас, как бы, сосредоточиться, посмотреть именно вот тот кусочек, который я хочу показать. Здесь, по сути дела, сейчас мы увидим документы, которые поступают из внешних систем, и как они влияют на статус исполнения вот той цепочки поставок, по планированию, который я рассказала. То есть мы документы будем эмулировать прямо здесь, прямо в доме, чтобы нам между системами не переключаться. Здесь такой важный момент, что дом является зеркалом, отражением всех исполняющих систем. То есть нам нужно уметь принимать их документы вот в их нативном, исходном виде, да, и потом уже, собственно говоря, стартовать какие-то процессы внутри дом на основании вот этих вот данных. Вот, перед нами заказ на обеспечение, он как раз статусе к обеспечению, клиент у нас заказал, как было на картинке, видно, там, 360 штучек определенной позиции, инфраструктурной, искусственной камень, мрамор 360. Все, мы сейчас этот заказ планируем, и, собственно, мы должны получить в результате планирования вот то самое решение. Сейчас могу переключаться. Да, вот то самое решение, о котором я рассказала. И далее, как говорится, что следующим этапом будет происходить, я сразу скажу, что на примере межскладского перемещения, на этой картинке она именно представлена, типовая статусная модель исполнения цепочки поставок с участием всех компонентов систем платформы. Так вот, исполнение отслеживается как для каждого звена цепочки, которую мы планировали, так и для цепочки в целом с уровня заказа. Это очень удобно, что нам не нужно нырять на каждый сегмент для того, чтобы понять, о каком статус, собственно говоря, готовности к отгрузке конкретного заказа клиентов. У каждого распоряжения имеются статусы, которые отражают прогресс исполнения, очень детальный. По складской обработке, то есть вверху вот эта дорожечка видна по отгрузке, по вступлению. И по транспортировке. То есть вот эти статусы отражают тот факт, что из исполняющей системы мы получили обратную связь. То есть получены были документы или события, подтверждающие исполнение. Причем в этом случае мы не просто в фактах наличия проверяем, проверяется в полнотах, то есть сверка по количеству, строкам, то есть в точности, что было исполнено, то, что было запланировано планом поставок. Вот, ну, при межскладском перемещении у нас все статусы должны выполниться, да, и закрыться, да. Если там от поставщика мы поступление отслеживаем, то поступление только на наш входящий склад. Мы смотрим, что там поставщик делает. Мы не знаем, только с уровня транспортировки это отслеживаем, да, что он нагрузился и там груз в пути, например. То же самое с отгрузкой клиенту, да. То есть мы отслеживаем отгрузку собственного склада, это выход из нашей сети, и, ну, факт исполнения обязательств перед клиентом мы можем отследить уже только по транспортным событиям, что в реальности груз-грузополучателю был передан, да, силами там нашего, нашей транспортной логистики или там наемного провайдера, да. Соответственно, здесь получается вот такая важная, важный момент закрытия обязательств перед клиентом, он происходит именно на уровне транспортного трека, да, и вот именно выполнение транспортного. Вот, ну, повторюсь, что... Так, сейчас я обратно переключусь. Уже показываю экран, сейчас мы в систему вернемся. Так, заказ у нас... Это, кстати, было быстро сделано, это не потому, что у нас долгое планирование, просто я поняла, что лучше заранее, да, рассказать, что будет происходить. Я сейчас перейду к плану обеспечения, который был сформирован на основании этого заказа, чтобы показать, собственно, что произошло. То есть нам система предложила, кстати, она предложила варианты. Мы смотрим сейчас пока только один, можно его на карте посмотреть. И, собственно говоря, видим вот ту самую схему. То есть вот это у нас поступление от поставщика на новосибирский центральный склад. Вот это у нас перемещение из Кемерово. Потом мы это все собираем на складе в Барнауле. И вот сюда вот клиенту, нашему магазину стройка в Барнауле, отгружаем. То есть вот эта вся схема. Те самые цепочки, которые там на слайдах были показаны, можно увидеть даже вот с этого уровня. То есть вся схема строится из четырех перемещений. Поступление от поставщика на новосибирский склад, перемещение из Кемерово-Барнауле, кусочка, да, и вот здесь виден источник. Доступные запасы под последующие выбыки. Перемещение из Новосибирска и доступных запасов, для того, что поставщик нам поставил. Сейчас мы просто отследим, да, с почки, и потом пойдем ее выполнять. И покупателю мы отгружаем целых четыре цепочки, которые мы до этого организовали. В результате вот этих всех перемещений и закупок и доступные запасы, которые были в Барнауле, и по каждому можно увидеть количество. То есть мы четко видим, как рассуждает система, и, в общем-то, достаточно предсказуемо формирует варианты различной комбинации, как это может быть реализовано. На основании плана мы сейчас обеспеченно сформируем те самые распоряжения, которые являются интеграционной сущностью. Как только мы это делаем, мы фиксируем состояние запасов внутри дома, потому что мы его параллельно также отслеживаем. И, собственно говоря, это нам формирует инструкции, исполняющие системы. Вот, да, сейчас мы формируем распоряжение, происходит резервирование запасов, и мы сейчас еще параллельно посмотрим отчет по запасам, прежде чем начнем все дело выполнять. Так, статус перешел к выполнению. Если еще посмотреть на отчет по запасам, мы видим как раз вот то состояние запасов на складах до того, как мы зафиксировали нашу схему обеспечения заказа. Сейчас мы к ней перейдем. Вот. Пару слов о статусной модели. Я специально здесь вывела все-все-все возможные статусы. Я сейчас переформирую отчет. Мы увидим, что после того, как схема была создана и зафиксирована, у нас сформировались резервы. То есть все, что мы увидели доступного, мы зарезервировали под эту схему по сети. То есть мы зарезервировали в Кемерово доступное, в Барнауле, в Новосибирске. И, соответственно, у нас появились резервы ожидаемых. То есть это так работает. И сейчас эти, собственно, запасы начнут перемещаться по мере выполнения схемы. Статус обеспечения означает, что эти распоряжения готовы к отгрузке. Документы напоминают движение отгрузки и поступления и события из ТМС. Мы сейчас эмулируем прямо здесь. Здесь мы видим поступление от поставщика, два перемещения, отгрузка покупателя. То есть я прямо сейчас, как я уже сказала, поступление от поставщика мы начинаем отслеживать именно с транспортного события. Давайте мы еще заранее посмотрим красивую диаграмму, которая нам позволит именно статус, прям видеть прогресс того, как мы начали что-либо исполнять. Также по каждому распоряжению мы введем детальный тайминг для времени исполнения, который нам позволяет также отслеживать опоздание по цепочке. Это критически важно на уровне каждого заказа понимать, есть ли у нас нарушение сроков поставок, которые мы запланировали. Допустим, сейчас у нас таких нарушений не будет. Сейчас просто введем события старта. Отрозим события исполнения, которые, по идее, должны приходить нам, конечно, из ТМС. Сейчас я скопирую. Так, ну да, это будет событие начала перевозки. То есть нам отчиталось ТМС, что действительно поставщик нам отправил, мы его забрали груз и, в общем, стоптанули процесс. Статусы вот те самые вы видите сейчас на экране. Отгрузка, поступление, транспортировка и такой генеральный статус исполнения. Вот у нас переключился статус транспортировки, исполнения. Заказ, кстати говоря, в этот момент у нас тоже сразу же статус поменял. То есть с уровня заказа можно все это увидеть. Вот, то есть он у нас обеспечен, то есть по нему есть схема, и он находится в процессе выполнения. Вот. Также, кстати, с уровня заказа можно по связям переходить и к самому плану, и ко всем документам, которые исполняющиеся им приходят, и к движениям, и к событиям мы это тоже посмотрим. Вот. Ну, давайте здесь мы сейчас быстренько пройдем. Вся. Вот. На красивой диаграмме у нас тоже все подкрасилось. То есть с оранжевым, то, что в процессе исполнения отмечается, с зеленым, то, что уже выполнено. На уровне тайминга по каждому распоряжению у нас также ведутся отметки, то есть вот эти события из ТМС, они не то, что куда-то исчезают потом, они оставляют следы, то есть мы фиксируем фактически времена исполнения, отмечаем факт завершения там тех или иных услуг, да, в ходе выполнения распоряжения, то есть это все находит в отражении прямо в документах на стороне дома, то есть в этом, собственно, суть синхронизации состоит. Вот. Теперь давайте проэмулирую события движения поступления. То есть как будто мы приехали на склад, у нас состоялось поступление от поставщика, при этом статус поступления у нас теперь выполнено. Когда я создала документ движения отгрузки, то есть мы его сэмулировали на стороне дома, давайте перейду и покажу. Вот по этому распоряжению мы должны были получить 90 штук вот этой позиции мрамора от поставщика, и действительно у нас сейчас автоматически сформировалось вот такое движение запасов поступления от поставщика, и тут тоже как раз 90 штук. То есть план равен факту, эти движения тоже имеют определенную статусную модель, и мы контролируем, действительно ли полнота вот этого исполнения плана состоялась, да, в данном случае она состоялась, у нас полностью поставка на 100% была выполнена. Вот. И дальше мы закрываем это по транспортному событию, и, соответственно, у нас полностью вот этот кусочек закроется. Причем, ну, давайте мы сейчас транспортное событие, например, с опозданием введем. Допустим, не знаю, 20 часов состоялась выгрузка. Вот. То есть у нас полностью это дело закрывается. Сейчас. Вот. То есть у нас все статусы сменились, статус вот конкретно этой поставки полностью выполнен. Если мы посмотрим на диаграмму, мы увидим здесь немножко другие цвета, то есть тот кусочек, по которому действительно было зарегистрировано опоздание, он имеет там другую цветовую индикацию, достаточно удобно, и на уровне заказа потом, в принципе, тоже можно эти моменты перенести и посмотреть. Дальше у нас идут два складских, межскладских перемещения. Одно из Кемерово в Новосибирск. Вот. Из Кемерово в Барнаул, второе из Новосибирска в Барнаул. То есть мы подвозим наши запасы с наших складов в Барнаул на склад отгрузки. Вот. По ним мы сейчас, я быстренько тогда тоже симулирую складские документы. То есть отгрузки у нас происходят с этих складов. Да, то есть мы пробегаем быстренько все остальные цепочки, показываем конечный результат. Чтобы мы увидели, да. Я просто хочу, чтобы мы увидели вот статус, вот этот статус обеспечения самой отгрузки покупателю. Я хочу подчеркнуть, что система контролирует полноту готовности вот всех тех цепочек, что они сошлись на конечный склад отгрузки. То есть здесь идет контроль. Он виден по статусу обеспечения распоряжения теми самыми резервами, которые путешествуют. Да, у нас. На данный момент они у нас отгрузились со складов. И если вот этот отчет все время переформировать, тут можно видеть какую-то другую картинку, да, что мы ожидаем. Вот это все сейчас в Барнауле. Да, а что-то уже в Барнауле доступно. Да, 90 штучек ждет нас, поджидает. А вот это у нас все находится в пути. Да, то есть часто задают клиенты вопрос, а мы можем таки увидеть с помощью этой системы, что находится в пути и какие плановые сроки поставок. Вот как раз система для этого и создана, для того, чтобы давать прогноз по вот этой полноте исполнения заказа в конечном итоге. Вот. И сейчас я эмулирую, соответственно, поступление на склад. Сейчас потом эти все документы движения с уровня заказа, я тоже покажу, что все взаимовязано. Вот, видите, статус обеспечения изменился, состояние этого отчета изменилось. То есть сейчас все в Барнауле под наш 11 заказ находится в резерве доступно, то есть физически доступно для последующей отгрузки. Вот. Ну, можно еще, скажем так, вот сюда же я проэмулирую транспортные события, что давайте предположим, что мы в Барнауле приехали вообще одновременно. У нас может быть, кстати, это была одна машина. То есть то, что здесь у меня два распоряжения на межсклад, это не говорит о том, что в ТМС это будут две разные машины. Как раз там это может быть объединено в одну фуру, да, которая проедется по складам, все это привезет там в Кемерово. Это вполне реальная ситуация, что у них единое событие придет, окончание выгрузки на складе в Барнаульском. Вот. И еще, кстати говоря, часто вопрос задают, а вот нам нужно обеспечить полноту событий, то есть на каждой контрольной точке. Нет, в этой системе это не обязательно. В ТМС-системах это, как правило, приветствуется, да, то есть не пропускать никакие контрольные точки. Здесь мы можем довольствоваться именно таким, ну, да, там, пускай, конечными событиями, да, транспортными, и они нам полностью схему закроют, да, то есть мы, как бы, наша задача здесь прогресс отслеживать, а не именно механику исполнения. Мы оставляем на стороне ТМС, конечно, вот эту задачу именно такого детального отслеживания, чем машина занимается, как именно она там следует по маршруту. Вот. Так, ну вот что-то у нас тут как бы поменялось. Главное, этот статус у нас тоже поменялся. Здесь у нас, не знаю, что-то не обновился. Да. Вот, естественно, вот этот заказ уже к отгрузке у нас готов. Вот давайте я тогда, у нас времени уже очень мало остается для вопросов. Я думаю, принцип исполнения понятен. С уровня заказа я единственное хочу продемонстрировать, продемонстрировать, что можно увидеть движение запасов по заказу. То есть все, что происходило, все, что мы получали из ВМС-систем, из Квадспир, да, вот из Новосибирска, из Кемера, из Барнаула, то есть разные ВМСы нам посылали отклик. Это мы можем легко увидеть и в одном месте. И действительно ли полнота соблюдалась, да, того, что они отгружают в соответствии плану, да, по вот этому статусу видно. И точно так же можно перейти к событиям ТМС, прямо отсюда. Вот, увидеть их, что вот действительно кончание выгрузки нам, там, начало перевозки передавали, и все это с уровня. То есть мы это все собираем относительно заказа. Именно прогресс выполнения. Вот, поэтому давайте не будем тогда больше тратить время на показ и перейдем к очень-очень короткой части связанной с вопросами. Да, немного времени осталось на ответы на вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!